Приветствую вас. Сегодня у нас будет особый выпуск, поскольку тема, которую мы будем обсуждать, не только имеет отношение к происходящему в мире, но если вы христианин и верите в то, о чем говорится в Библии, она также поможет вам разобраться в некоторых богословских вопросах, касающихся последнего времени, и поможет вам быть готовыми к тому, что сейчас происходит в мире. Джоэл Ричардсон уже был у меня в гостях и делился пророческим учением об исламском антихристе. Если вы еще не видели это видео, в описании данного видео будет ссылка на него. Обязательно его пересмотрите. Он родился в США в 1971 году и является христианским автором, преподавателем и режиссером. Он вырос в христианской семье, изучал богословие в Канзасе, а после колледжа переехал на Ближний Восток и долгое время жил в Египте, Израиле и Турции, где изучал Коран и верование ислама. Он написал много замечательных книг, и, кстати, он совсем недавно вернулся с Ближнего Востока, всего пару дней назад. И сегодня он расскажет нам о том, что конкретно происходит в этой части мира. Приветствую вас, Джоэл. Большое спасибо за то, что решили со мной пообщаться, пастор Влад. Как у вас дела? Вы уже успели отдохнуть и оправиться после смены часового пояса? Да, вчера я отлично выспался. Я вернулся домой около полуночи и сразу лег спать, наверное, в час ночи, затем проснулся в пять утра. Так что, наверное, полностью переключиться на местное время мне удастся только завтра. Можете вкратце объяснить тем, кто, возможно, ничего не знает об истории конфликта между Израилем и соседними странами, каковы основные причины той войны, которая происходит сегодня в Израиле. Ну, это очень обширный вопрос, но я постараюсь на него ответить, ничего не усложняя. Во второй половине или даже к концу 19 века произошел огромный подъем сионистского движения. Для тех, кто вообще не учил историю, В первом и втором веке нашей эры, примерно через 40 лет после смерти Иисуса, римляне жестоко подавили восстание евреев в Израиле и разрушили храм в Иерусалиме. И затем это восстание то возникало, то угасало на протяжении следующих 70 лет. В Израиле в то время существовало мессианское движение, последователи которого верили, что один человек, которого звали Шимон Бар-Кохба, был мессией. И в итоге все до единого евреи, мужчины, женщины, дети, были вынуждены покинуть территорию Израиля, и примерно 2000 лет жили в изгнании. Как я уже сказал, в конце 19 века, и я обязан обратить на это ваше внимание, возникло движение сионистов, возглавляемое неверующими евреями, целью которого было объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине, то есть в Израиле, в земле обетованной, которая, как вы знаете, на тот момент называлась Палестиной. Она находилась под контролем Османской империи, и поэтому в течение следующих 50 лет или около того, вплоть до 1948 года, многие евреи возвращались в Израиль со всего мира, но в основном из Европы, чтобы восстановить свою древнюю родину. Это очень увлекательная история, но, конечно, в то время на территории Израиля проживали остатки рабских племен, среди которых были как христиане, так и мусульмане, и, естественно, все это вылилось в целую серию бунтов и восстаний, которые в итоге завершились тем, что в определенный момент около 700 тысяч арабов покинули свою родину. На самом деле, представители различных арабских стран призывали их бежать с территории Израиля, и одновременно около 700 тысяч евреев были изгнаны из соседних арабских стран. Таким образом, произошло массовое перемещение населения, и в итоге было создано современное государство Израиль. Я упоминаю обо всех этих событиях, чтобы вкратце показать вам историю возникновения нынешнего конфликта. И с тех пор Израиль стал тем клеем, который скреплял воедино большую часть арабских стран Ближнего Востока. И в итоге появилось такое понятие, как арабский национализм. Говоря простым языком, для жителей арабских стран не имело значения шиитвы или суннит, христианин или друз. Все это не имело никакого значения. Они были объединены одной общей идеей. Но для того, чтобы им удалось удержаться на плаву, им нужен был один общий враг. И Израиль, и в частности евреи, испокон веков были этим общим знаменателем. Кем бы мы ни были, мы все могли согласиться с тем, что нам не нравятся евреи, знаете? И, конечно, люди есть люди. Я не хочу всех грести под одну гребенку, ведь в любой стране есть как хорошие, так и плохие люди. Но именно эта всеобщая ненависть к Израилю объединила большую часть стран арабского мира. И ситуация лишь усугубилась после арабской весны, когда многих жителей этих стран начали охватывать крайне радикальные исламистские идеи. И возникли такие движения, как братья-мусульмане, которые начали распространять свою идеологию по всему Ближнему Востоку. Мы все были свидетелями свержения Хосни Мубарака, египетского диктатора, а также нескольких других лидеров стран и возникновения разных группировок, так или иначе связанных с братьями-мусульманами. Так что за последние 10-12 лет ситуация на Ближнем Востоке сильно изменилась. И мы были свидетелями реального, крайне кровопролитного, межконфессионального раскола в арабских странах. И та атака Хамаса, которая произошла за последние несколько дней на юге Израиля, является весьма показательной. Хамас, по сути, является одним из ответвлений движения братьев-мусульман. Это движение возникло в Египте. Я бы сказал, что большинство арабов, живущих на Ближнем Востоке, в том числе мусульмане, относятся к нему отрицательно. Большинство среднестатистических мусульман терпеть не могут Хамас. Хотя этому движению и удалось добиться симпатии со стороны многих людей во всем мире благодаря всеобщей скрытой ненависти к еврейскому народу. И, к сожалению, даже на Западе сейчас многие люди, которые даже не являются мусульманами, да и вообще верующими людьми, купились на пропаганду и начали поддерживать Хамас. Так что это экстремистская террористическая организация, такая же, как ИГИЛ. Вот довольно краткий обзор истории возникновения этого конфликта, который помогает нам понять сложившуюся на данный момент ситуацию. Да, и я видел, как многие люди в социальных сетях открыто поддерживают Хамас и, по сути, считают израильтян притеснителями и поддерживают то, что сейчас происходит на юге страны. То, что бойцы Хамаса делают с израильтянами и считают это вполне законным и даже морально оправданным, потому что палестинцы якобы сопротивляются своим угнетателем. Хотя на самом деле любому нормальному человеку понятно, что это не так. Можете объяснить, чем является Израиль для нас, как христиан? Какую роль он играет в нашей жизни и чем Израиль так важен для людей, верующих в Христа, Мессию? Пастор Влад, есть огромное количество причин, по которым Израиль имеет для нас огромное значение. Знаете, апостол Павел в 11 главе послания к римлянам пытается вбить в головы христианам, особенно язычникам, мысль о том, откуда мы вообще происходим и то, почему мы, по сути, находимся в долгу перед еврейским народом, сыгравшим ключевую роль в Божьем плане искупления. И говорит о том, что большая часть израильского народа в соответствии с Божьим пророческим замыслом ожесточилась. Поэтому он и говорит, вы, язычники, не должны быть такими высокомерными. Вы не можете смотреть на Израиль свысока и говорить, ну, они отвергли Мессию, знаете, а мы приняли Мессию. Смотрите, какие мы молодцы. И вы абсолютно правы, знаете, вы получили спасение по благодати, но не забывайте о том, что Господь специально ожесточил сердца многих иудеев, чтобы вы, язычники, которые прежде были далеки от Бога, как дикие масличные ветви, которые прежде не являлись частью того народа, который он для себя избрал, которые не были наследниками обетований, данных Богом своему народу, но тем не менее вы стали преемниками, но только потому, что Бог сам ожесточил сердца своего народа, чтобы вы, бывшие язычники, смогли прийти к Богу. Но послушайте меня очень внимательно. Так будет не всегда. Господь допустил, чтобы нечто подобное произошло с Израилем, но лишь временно и частично. Потому что, естественно, не все иудеи отвергли Иисуса, не все евреи отвергли своего Мессию. У Бога всегда был верный остаток. Но придет такой момент, когда иудеи перестанут ожесточаться. И это произойдет, как говорит апостол Павел, когда полнота, то есть окончательное число язычников, придет к Господу. И тогда их глаза откроются, и печатать тверждение, которое Господь на них наложил, будет снято. И тогда весь Израиль спасется. Итак, в конце времен Иисус, царь Израиля, царь иудейский, Мессия, сын Давидов, вернется на землю с небес, будучи подобен пламени, чтобы уничтожить своих врагов и восстановить престол Давидов. И я прошу прощения за то, что в мою комнату проникают лучи солнца сквозь шторы, как и всегда в это время суток. Я не пытался все специально построить таким образом для пущего эффекта. Но он в буквальном смысле восстановит в Израиле монархию, как во времена царя Давида. И когда это произойдет на земле, установится Царство Небесное, которое по сути и является монархией, то есть тем политическим строем, который существовал при царе Давиде. И Иисус, будучи долгожданным Мессией для евреев, будет править целыми народами воссев на престоле в Иерусалиме. И нам нужно понимать суть Божьего проекта, в котором мы принимаем участие, внимательно прислушаться к словам апостола Павла и не вести себя высокомерно. Итак, апостол Павел учит нас не быть высокомерными, но почитать то, что Бог делает в данный момент среди язычников, зная, что ожесточение сердец израильтян, как вы говорите, является временным и частичным явлением. Знаете, Джоэл, я тут подумал, что большинство авторов Библии были евреями. И Иисус сам родился в Израиле, и Бог избрал целый народ, чтобы через него привести в мир Иисуса, Сына Человеческого и Сына Божьего. И Иисус вернется в день своего второго пришествия не в Нью-Йорк, не в Лос-Анджелес, не в Торонто, а в Израиль. И будучи сыном Давидовым, как вы сказали, утвердит Царство Небесное на земле. Можете, пожалуйста, рассказать нам немного подробнее об этом Царстве? Что такое Царство Небесное? Потому что многим людям кажется, что это наша христианская жизнь, что мы, христиане, попадем на небеса, и потому Бог, как кажется некоторым людям, совершенно забыл об Израиле и переключился в свое внимание на христиан. Да, именно так, вы совершенно правы. На самом деле я могу сказать, что многие христиане читают Библию сквозь призму своего языческого мировоззрения. Но, как вы сказали, в действительности Библия есть и всегда была посланием, ориентированным в первую очередь на израильский народ. Я вам это докажу, опираясь на одно очень интересное местописание из книги Деяний. Иисус явился многим своим ученикам, и там говорится, что в течение сорока дней, сейчас просто вдумайтесь в это, пастор Влад, в течение сорока дней им являлся воскресший, прославленный Иисус и лично изучал с ними отрывки из Библии, в которых шла речь о Царстве Божьем. И затем, в шестом стихе, его ученики, которым совсем недавно сам Иисус в течение сорока дней пытался показать из Библии, что такое Царство Божье, задали ему такой вопрос. Не в сие ли время «Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю». Ученики задавали Иисусу много глупых вопросов, и он чаще всего упрекал их за это. Или кто-то из авторов четырех Евангелий прямо указывал на то, что их вопросы звучали довольно глупо. Но в данном случае Иисус не попытался их исправить и не сказал «Нет, я не собираюсь восстанавливать Царство Израиля». Он ответил «Не ваше дело знать времена или сроки». Идите и научите все народы, ожидайте, когда на вас сойдет Дух Святой, а Отец Небесный будет решать, когда это произойдет. Но в действительности их вопрос и их ожидание того, что Иисус восстановит Царство Израиля было вполне библейским и правильным. Но этого ожидания нет у подавляющего большинства современных христиан. И мы должны понимать, что когда речь идет о Божьем Царстве и о Царстве Израиля, это два тождественных понятия. Когда Иисус вернется, Он восстановит престол Давидов в Иерусалиме, как вы сами сказали, а не в городе Индепенденс, штат Миссури, или, как утверждают некоторые мормоны в Солт-Лейк-Сити, не в Дамаске, как читают многие мусульмане. Иисус вернется не в Дамаск, а в Иерусалим, чтобы восстановить престол своего отца Давида и опять-таки, чтобы восстановить монархию в Израиле, как во времена царя Давида. И мысль об этом является чуждой для многих христиан. Но апостолам она казалась И поэтому нам, христианам, важно это понимать, что вся история человечества, частью которого мы являемся, сосредоточена вокруг Израиля и не принимать теологию замещения. Почему вы, к примеру, выступаете против теологии замещения? Потому что многие люди ее принимают и верят в то, что Бог, по сути, отверг Израиль и избрал нас в качестве замены. Но в Библии нигде об этом не сказано. Знаете, теология замещения это такой термин, из-за которого многие из тех, кто ее принимают, очень расстраиваются, когда кто-то использует этот термин и говорят, нет, мы не верим в теологию замещения, мы верим в теологию инклюзии или теологию исполнения Божьих обетований. Знаете, можно намазать свинью губной помадой, но свиньей она быть не перестанет. Это, честно говоря, будет отвратительное зрелище. Мне нравится использовать более точный термин, такой как теология развода, потому что на горе Синай сам Бог заключил Святой Завет с Израилем. И многие христиане, верящие в теологию замещения, по сути говорят, что Бог, как какой-то мужчина, страдающий кризисом среднего возраста, просто устал от своей старой жены и потому развелся с ней и завел себе новую жену помоложе. Естественно, никто из нас не ободряет подобного поведения. Мы смотрим на таких людей с высока и говорим, знаете, у них начался кризис среднего возраста и они оставили свою жену, завец которой заключили перед Богом, до тех пор, пока смерть не разлучит их, и ушли от нее к другой. Но Бог так не поступает. Очень важно то, как мы воспринимаем Бога. И для Него этот момент крайне важен, поскольку может запятнать наше христианское свидетельство. Бог верен. И поэтому на самом деле все сводится к следующему. Верим ли мы в такого Бога, который верен своим обетованиям? Или в такого Бога, который напоминает неуверенного в себе мужчину средних лет, пережившего кризис среднего возраста и нашедшего себе новую жену помоложе? Нет. Бог верен. И поэтому даже мысль о том, что теология замещения взята из Библии, мне кажется оскорбительной и отвратительной. Это скорее теология развода. Мы обязаны представлять Бога таким, какой Он есть на самом деле. Связано ли то, что происходит в Израиле в данный момент с библейскими пророчествами о конце времен? Несомненно. Смотрите. Когда Иисус проповедовал о последнем времени на горе Елеонской в Евангелии от Матфея 24 главе, Евангелии от Луки 21 главе и Евангелии от Марка 13 главе. Все эти отрывки являются тремя разными версиями одной и той же проповеди, которую Иисус произнес на горе Елеонской и которую часто называют пророческой беседой на горе Елеонской. Она стала одной из самых важных предупреждений Иисуса из всех, которые Он нам дал в четырех Евангелиях. И Он сказал, что в последние дни настанет великой скорбь, какой никогда не было от начала времен. И затем Он, по сути, напоминает нам о том, о чем говорили многие ветхозаветные пророки, такие как Иоиль или Захария, которые пророчествовали о языческих народах под предводительством лукавого Антихриста, который должен был объединить их и восстать в последние дни против Иерусалима, чтобы, по сути, уничтожить еврейский народ. Иисус сказал, будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Об этом также упоминается в книге Откровения, когда дракон, сатана, древний змей, рассверепел и погнался за женщиной. Женщина — это Израиль. И в Библии сказано, что Господь в определенной мере защитит эту женщину в последние дни. И тогда сатана начнет преследовать христиан, исполняющих заповеди Иисуса и имеющих свидетельство Христова. Так что в последние дни сатана восстанет против Божьего народа, Израиля, и нас, христиан, которых Библия по сути называет детьми этой женщины, детьми Израиля. Знаете, мы не евреи, мы не израильтяне, но Библия называет нас детьми Израиля. Так вот, если мы вернемся к вопросу о теологии замещения, у многих христиан, братьев и сестер, которые говорят, Бог отверг Израиль, он больше не имеет никакого значения, он уже не является частью его плана. Я часто спрашиваю, хорошо, но если это действительно так, почему сатана так сильно стремится его уничтожить? Что является источником этой бесовской ненависти? Знаете, если у вас есть хоть немного прозорливости, скажите мне, на ком сосредоточена вся ярость и ненависть сатаны на земле? Почему все народы по всей земле так сильно ненавидят Израиль? Почему организация объединенных наций выступает с открытым осуждением Израиля чаще, чем всех остальных стран мира вместе взятых? Почему Израиль? Потому что сатана его ненавидит. Сатана хорошо знает Писание и потому знает, к чему все идет. Он знает, что Иисус вернется в Иерусалим и потому делает все возможное, чтобы не дать Божьему плану исполниться. И нам, христианам, нужно иметь прозорливость и осознать, что в Израиле происходит что-то очень ввещее и святое. И внимательно перечитать слова апостола Павла из послания к римлянам 11 главы, в котором он говорит об Израиле. Он говорит, что с точки зрения Евангелия, поскольку большая часть евреев не верит в то, что Иисус есть Мессия, они являются врагами Евангелия. Но из-за данных им Богом обетования, из-за того, к чему все идет, Бог поступает с ними милостиво. Так что с данной точки зрения евреи это такие враги, к которым мы должны относиться милостиво, будучи христианами, и потому смириться и поддержать их в это непростое время. К примеру, в рамках служения председателем правления которого я являюсь в данный момент, мы привезли в Израиль 80 христиан, отвезли их в один из кибуцов, который находится прямо на границе с сектором Газа, провели экскурсию по кибуцу, рассказали им о том, что многие местные дети страдают посттравматическим стрессовым расстройством из-за постоянных ракетных обстрелов, от которых пострадал их детский сад и тому подобное. Это очень впечатлило многих из этих христиан, потому что они увидели, в каком состоянии постоянной угрозы живут евреи и пытаются растить своих детей. Это именно тот кибуц, пастор Влад, в котором бойцы Хамаса за последние несколько дней хладнокровно убили более ста человек, в том числе детей, прямо в колыбелях. И многие люди пишут сейчас в социальных сетях «Израильтяне враги Креста Христова, потому что отвергают христианство и выкладывают видео, на которых какие-то ортодоксальные евреи плюют на христиан, лежащих на земле или что-то в этом роде». Послушайте, мы призваны любить наших неприятелей. И да, не все они принимают Евангелие. Но бывают такие моменты, когда речь идет не о том, какому лагерю вы принадлежите. «Ну, я христианин, а ты еврей, а ты мусульманин». Вопрос сейчас идет о человечности и о том, кто мы, люди или животные. И поэтому именно в такой момент еврейскому народу крайне важно чувствовать поддержку христиан. Но, к сожалению, многие христиане с точки зрения своей идеологии и своих постов в социальных сетях скорее поддерживают сатану. Хотя сейчас крайне важно поддержать Израиль. И дать израильтянам понять, что мы их поддерживаем. Мы о них помним. Мы их любим. И я могу говорить об этом до бесконечности. У нас всех выдалась очень непростая неделя. Я с трудом могу себе это представить. Те события, о которых мы слышим, просто душераздирающие. С точки зрения христианского учения, когда речь о последнем времени, Израилю предстоит сыграть решающую роль во всем, что касается конца времен. Именно потому практически все учения о конце времен сосредоточены не на Риме, не на Европе, а на Израиле. Враги будут атаковать Израиль. И у вас есть очень здравое учение и множество книг о том, как тот образ антихриста, который представлен в Библии, в точности совпадает с описанием Мессии в исламе. Поскольку вы изучали Коран и учения исламских теологов и ученых, скажите, какое значение эти события имеют для них. Как мусульмане относятся к этой ситуации в свете их учения о последнем времени? Приближают ли они приход их Мессии? Естественно, мы уже с вами об этом общались раньше. Я много об этом пишу, и знаете, в такие моменты, как сейчас, я постараюсь ответить на этот вопрос крайне осторожно, чтобы никого не осудить без вины. В мире есть много очень хороших мусульман, в том числе палестинцев. Среди палестинцев даже есть христиане. И речь сейчас идет не о том, к какому лагерю вы себя относите. Несомненно, Израиль имеет полное право защищаться, но крайне важно осознавать, и Израиль, кстати, вполне это признает, что среди палестинцев есть очень много совершенно невинных мужчин, женщин и детей, оказавшихся в самом центре этого кошмара. И многие современные мусульмане не живут в соответствии со своими собственными пророчествами о конце времен, и потому являются мусульманами лишь номинально. Но среди них есть целая прослойка радикальных борцов апокалипсиса, то есть мусульман, стремящихся исполнить свои собственные пророчества. И да, они ожидают прихода так называемого имама Аль-Махди во исполнение пророчества о предсказанном им мессии. И они также верят в то, что Иисус вернется, чтобы помочь Махди и их мессии обратить всех в мусульманство, потому что сам Иисус якобы был мусульманином. И что Иисус, вернувшись, только задумайтесь об этом, скажет всем христианам в мире, друзья, вы ошибались, вы исповедуете лжерелигию, я никогда не претендовал на то, чтобы быть Богом, я не умирал на кресте, я никогда не претендовал на то, чтобы быть Сыном Божьим. Я был мусульманином, так что вы, христиане, должны принять истинную религию, то есть Ислам, и покориться имаму Аль-Махди. Именно в это верят многие из этих радикалов. И да, они верят, что многие из этих пророчеств сбываются. И да, пророчества имеют определенную силу. Даже лжепророчества. И многое из того, что мы видим сегодня, та ненависть, то кровопролитие, которое происходит в Израиле, является последствием веры людей в эти пророчества. И я процитирую слова одного из таких пророчеств, потому что именно оно побуждает многих из этих радикалов творить зверство в Израиле. Оно называется пророчеством о дереве Гаркад. В нем сказано следующее. Последний час не настанет до тех пор, пока мусульмане не сразятся вновь с иудеями. Мусульмане станут поражать их, пока иудеи не станут скрываться за камнями и деревьями, а камни и деревья будут говорить, о, мусульманин, позади меня. Приди и убей его. Такие пророчества подкрепляют их веру в то, что они должны поучаствовать в резне евреев и что такова воля Божья. Но в Евангелии Туана 16.2 Иисус сказал, «Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня, потому что отвергают Отца и Сына. А ведь именно так действует Дух Антихриста. В 1 Иоанна 2.22 сказано, «Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». «Зачем мятутся народы, как сказано во 2-м Псалме, и племена замышляют тщетное, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его?» И затем Господь говорит, «Вот мой ответ, я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Так что да, безусловно, те события, которые мы видим, были предсказаны истинными пророками. И, к сожалению, многих мусульман подставили, их ввели в заблуждение, их собственное пророчество. И поэтому наша задача, как христиан, молиться о них и говорить, «Господь, откроем глаза, чтобы они увидели, что впали в заблуждение, что были запрограммированы на то, чтобы ждать прихода Антихриста, представленного им в образе их долгожданного лжемессии. Открой им глаза точно так же, как ты открыл глаза нам с вами, чтобы очень, очень многие мусульмане познали тебя и начали поклоняться князю мира». Аминь. Как вам кажется, может ли между Израилем и соседними странами воцариться прочный мир? Да, такой мир воцарится, но только после возвращения Иисуса. Будут также затяжные периоды временного перемирия и затем наступит обманчивый мир. Но здесь есть один очень важный момент, о котором я хочу упомянуть. Многие христиане читают Библию и говорят, «Ну, тот мир, который люди пытаются установить на Ближнем Востоке, не является истинным, и потому у них очень циничное отношение ко всему происходящему. Имея служение заступничеством, мы призваны подражать Моисею». Господь сказал Моисею, «Моисей, не мешай, я уничтожу весь израильский народ и затем начну с чистого листа». Но Моисей стал в проломе между израильским народом и Богом и сказал, «Нет, Боже, ради имени Твоего, ради Твоей собственной репутации, не делай этого». Знаете, если спросить об этом у многих современных евангеликов, они вам скажут, «Если Бог что-то сказал, все, лучше не мешайте, покоритесь Богу». И этот духовный принцип является крайне важным для истинных ходатаев. Моисей вмешался в ситуацию и умолил Бога не делать того, что он намеревался сделать. Так что да, в будущем на Ближнем Востоке установится обманчивый мир. Тем не менее, мы, христиане, должны сражаться за мир. Мы должны быть миротворцами. Я недавно был в Саудовской Аравии. Возможно, вам известно, что Саудовская Аравия работает над заключением мирного соглашения с Израилем. Конечно, все, что происходит в данный момент, происходит потому, что Иран вмешался в ситуацию, усмотрев опасность в том, что пытается сделать правительство Саудовской Аравии и сказал, «Нет, нам нужно разжечь эту ненависть, поддержать это безумие и вызвать кровопролитие, чтобы это мирное соглашение никогда не было подписано. Мы же, христиане, должны прикладывать усилия, чтобы на земле воцарился мир, даже если не верим в то, что он будет длиться вечно. Мир — это здорово. Если наше восприятие того или иного пророчества побуждает нас противиться чему-то благому и угодному Богу, к примеру, миру на земле, значит, мы неверно трактуем это пророчество. Опять же, здесь скрыт очень важный духовный принцип, который мы должны понять. Мы должны отстаивать то, что является благим и угодным Богу. И, возможно, нам это вылезет боком, возможно, в будущем что-то пойдет не так, как мы ожидаем, но это все равно правильно с нашей стороны. Но вечный мир воцарится лишь тогда, когда князь мира вернется на землю. Аминь. Джоэл, над какими проектами вы трудитесь в данный момент? Я видел у вас на страничке в соцсетях, что вы собираете средства в поддержку разных благотворительных организаций. Поддерживаете ли вы какие-либо организации, которые помогают людям в Израиле? Да, я уже упоминал о том, что в данный момент являюсь председателем правления служения, которое называется Frontier Alliance International. И да, мы собираем средства на то, чтобы помочь пострадавшим от недавних атак. Но если вы хотите прямо сейчас поддержать Израиль, поддержите Цахал, то есть людей, которые защищают мужчин, женщин и детей от массовой резни. Так вы сможете проявить солидарность и поддержать Израиль, потому что именно к этому мы призваны. Также я недавно запустил проект под названием Бытие, который, по сути, призывает христиан со всего мира приехать в Израиль и вместо того, чтобы просто посетить исторические места, о которых упоминается в Библии, как это делает большинство христиан. Мы приезжаем туда, связываемся с представителями Цахала и местных общин и проводим обучение, в рамках которого учим людей правильно реагировать в случае чрезвычайной ситуации. И мало кто об этом знает, но Израиль является одним из мировых лидеров в том плане, что если, к примеру, в Непале произойдет землетрясение, израильтяне придут на помощь. Когда во Флориде обрушилось здание, израильтяне пришли на помощь, потому что имели огромный опыт в оказании помощи в чрезвычайных ситуациях. Так что мы таким образом готовим людей к тому, чтобы оказать поддержку Израилю, пройдя необходимую подготовку, если нам придется однажды прийти им на помощь. Но кроме того, если завтра начнется какой-нибудь гуманитарный кризис в Сальвадоре, чтобы христиане со всего мира пришли на помощь и позаботились о людях, оказавшихся в тяжелой ситуации, будучи одетыми в рубашки с надписью на иврите и на английском языке. Это такой совместный международный проект. Когда мы, христиане, работаем в сотрудничестве с Израилем и создаем всемирную сеть добрых самарян, если так можно выразиться. И таким образом сами становимся послами доброй воли и представителями не только Иисуса, но и Израиля. И первую пилотную программу этого проекта «Бытие» мы планируем запустить в декабре этого года, если, по милости Божией, к тому моменту ситуация в Израиле стабилизируется. Если нет, то мы готовы немного подождать. Это служение называется Frontier Alliance International. Frontier Alliance International. Друзья, в описании данного видео мы оставим ссылки, перейдя по которым вы сможете внести свой вклад и таким образом поддержать служение Джоэла. Наше служение также сделает все возможное, чтобы помочь израильтянам, которые сейчас находятся на передовой, и таким образом облегчить их страдания. Но мне кажется, что самый важный урок, который Джоэл преподнес нам сегодня заключается в том, что мы должны стремиться к миру, молиться за Израиль, поддерживать Израиль и перестать прятаться за библейскими пророчествами и использовать их в качестве предлога для того, чтобы насмехаться над бедами израильтян и утверждать, что любой мир на Ближнем Востоке будет недолговечен. Хотя даже тот мир, который господствует в нашей собственной жизни, часто является недолговечным. Окончательный мир воцарится в нашей жизни, когда мы окажемся на небесах, но это не значит, что мы не должны ценить его, молиться о нем или стремиться к нему. Мне кажется, что это также будет для всех нас хорошим напоминанием о том, что мы должны молиться за палестинцев, как христиан, так и неверующих, так и мусульман, чтобы они приняли Иисуса как своего мессию. Джоэл, что бы вы могли сказать нам в завершении? Знаете, я могу сказать одно. Подобные события, как нам известно, очень сильно всех нас отрезвляют. В прошлом году я много проповедовал, даже во время нашего прошлого интервью, о восхищении церкви. Это всего лишь подготовка, всего лишь генеральная репетиция, если можно так сказать, того, что нас ожидает. И это ужасно. Но то, что нас ждет впереди, будет намного хуже. Ведь даже Иисус предупреждал о том, что в те дни многие отпадут от веры. Грядет буря, и она намного страшнее, чем нам кажется. И многие из нас к ней не готовы. Поэтому для нас очень важно встать на колени, смириться и обрести страх Господень уже сегодня. И я сейчас обращаюсь как к самому себе, так и ко всем, кто меня слышит. Страх Господень и смирение уберегут нас от грядущей бури. Но нам нужно подготовить наши сердца и возложить их на жертвенник перед Богом уже сейчас, прежде чем буря начнется. Она уже действительно при дверях. Сейчас самое время к ней подготовиться. Аминь, аминь. Друзья, спасибо вам огромное. Мы предоставим все ссылки в описании видео. Если вы хотите поддержать своими пожертвованиями то служение, в котором участвует Джоэл, вы можете сделать это уже сегодня. Спасибо. Обязательно поделитесь с кем-то этим видео.